Молодежный информационный ресурс, мир, коммуникация. Какая еще может быть терапия, на ваш взгляд? Психологическое, как обычно. Психологическое, рисованием, вот сейчас мы с филипцией, терапия. Да, творчество, по-моему, для всех людей. Творчество, да. Любое. Музыка, стихи, да всё что угодно. Если человек творит и соболевает из себя, он может быть гениальным учёным, он может быть гениальным оратором потрясающим. И когда человек в этот мир что-то приносит своё, это потрясающе. Всегда на чувство самого Творца, что вот своими руками ты можешь вставать, что не за меня нет. Ты когда рисуешь, у тебя настроение, наверное, поднимается очень сильно. У меня крылья вырастают просто до небес. Серьёзно, ощущение, что у меня крылья, он настолько физическое. Я сижу там Альберта, мне кажется, я сейчас просто увлечу от такого огромного счастья. Или просто у меня карандаш, маленький какой-то обрывочек, листочек, салфеточка где-нибудь в баре. Друзья бухают, я сижу на этой салфеточке, калякаю. Я понимаю, что всё, вот потолок уже пробить насквозь моими крыльями. Замечательно. Мне кажется, у всех так порция. Не только у меня. Ну, вовлечь в это массы нужно, как ты считаешь? Это же такое, это лучше всех наркотиков, алкоголя, еды и вообще всего на свете. Ощущение, это, я даже не знаю, это даже не просто вдохновение, это полное чувство какой-то совершенной, абсолютной, безусловной свободы. Ощущение себя творцом. Эйфория, это ни с чем не сравнить. Ничто не даст такого. То есть у каждого разное, духовен творил у него, то же самое, мне кажется, было. А в массы, конечно, может какой-нибудь зачупанный маленький мальчик, которого там никто не любит, в школе чухает, он хоп, поймёт, что он вообще художник. А через 10 лет он гений, там, самый богатый художник мира, или, не знаю, дизайнер или ещё кто-нибудь. Конечно, да. Всяк. Он рис, там, 100%, может быть, один, но самый лучший. Может быть, рисовать, вместо того, что вы бегаете, Евгения? Как вы думаете? Лучше то на другое. Или рисовать не берём. Я умею немножко рисовать, но я люблю фотографировать очень. Можно и фотографировать ходить, и рисовать на месте, что называется, и петь, и плясать, и всё, что угодно, чем угодно заниматься. Даже те же хоры, насколько я вижу, когда их много, какие вдохновенные люди, им же это интересно. А как это интересно окружающим, как это красиво, как это вдохновляет, кстати. А патриотические песни как вдохновляют, когда поют хор. Да, ну что ли? Да, ну что ли. Ну что-то в горочке спустился, да? Да. А, нет, нет. Вы слышали, что я вчера слышала в Мариинском театре. Что вы слышали? Мы ходили на кантату Карла Орфа Кармина Бурана. Это самое мощное хоровое произведение, которое, мне кажется, в мире существует. Я просто села вот так. Вот полтора часа идёт, и, не знаю, так оркестра просто симфоническая. Это вот 75 человек взрослых, ещё там 30 детей, ещё сколько оркестра, ну человек 70, да, примерно. И это всё, не слышали? Очень мощно. А вот здесь присутствующих, все ли нашли себя? Я вижу, вы разные люди разных возрастов, разных, наверное, убеждений. Или кто-то ещё в поиске находится? Вот я всех старше до сих пор ищу, хотя занимаюсь интереснейшим для себя делом. Поэтому мне нравится, что оно... Мне нравится, что мои знания как психолога пригодились в таком необычном деле. А насколько вы испытываете необходимость делиться этим с окружающими, вот вашими достижениями? А можно я расскажу вам? Сейчас, меня спросили. И ты следующее расскажешь. Насколько? Я точно знаю, что если стакан полон мой, то уже туда не нальётся другие знания. Поэтому я всегда с удовольствием отдаю свои знания, потому что точно знаю, уже давно испробовано, уже лет 20 с лишним знаю, что как только делюсь с другими, тут же наливаются другие знания, ещё более лучшие, ещё более интересные и очень простые для вдохновения и восторга. Чего сама-то не догадалась? Что же Бог посылает? Это уже на виду! И тогда восторг внутренней. Вот для этого я даю. Спасибо, Евгения. Я обычно делюсь со всеми всем. То есть общение с людьми всегда научает. На самом деле, вот сейчас мы очень много общаемся с многодетными инвалидами, и эта тема, конечно, очень-очень трогает меня. И она для меня, наверное, не очень знакома. Ну вот, я стараюсь как-то к ней отнестись серьёзно и разобраться. Потому что вот Евгения сказала, что она хотела бы, чтобы ей помогли, рассказали, показали. Но многие люди, может быть, не то чтобы не хотят, чтобы вторгались в их жизнь, не позволяют, может быть, боятся, может быть, у них какой-то неприятный опыт какой-то был. Поэтому очень сложно почувствовать, нужно ли человеку вторжение, особенно если человек закрыт. Только по его просьбе? Никогда не лезу за мной? Конечно, конечно, безусловно. Но в любом случае человеку нужно создать определённые условия, чтобы он попросил правильно. Если человек сидит дома, не имеет возможности вообще общаться с внешним миром. Я говорю, 4 часа в сутки. Я говорю, саморазвешиваю. Звоните тогда, когда вам будет плохо, когда хорошо звоните. Когда вам будет плохо, звоните в любое время. Я понимаю, что если человек позвонил в 3 часа ночи, значит, у него что-то случилось. И были такие ситуации, что не в 3, в час, там, в 2, а где мой муж и прочее, прочее. И я говорю, как? Или в 6 утра мужчина звонит очень-очень, говорю, наверное, вы в 4 часа встаёте. Что в 6 уже на работе, и вы уже звоните психологу. Замечательно, давайте рассуждаем. А некоторые в 2 звонят. И что я не отвечу, я лучше отвечу. Потому что я знаю, тогда у меня будет всё хорошо. Ну вот как вы считаете, если человек... Не у всех же есть ваш телефон, Наталья, и не все знают, что можно звонить. А вот если человек закрыт, он сидит дома, он лишён самых определённых, самых, вернее, простейших, так скажем, возможностей общения с другими людьми. Пускай обращается в Трудовую партию России и телефон психолога 945-2708. Молодёжный информационный ресурс, мир, коммуникация.